16-годовая Алина Мошченко самая молодая и удельница селетнего конкурса Еврофест. В 2008-м я намела опыт выступления на детячем Евробачине. Назва конкурсной песни «Энджел Крайн» у пероклади гучить, как «Анел плача». Когда мы ее написали, написал я мой папа, он написал музыку, какие-то там фразы ключевые, и у меня уже как английский текст, так как он в английском не очень разбирается. Песня получилась хорошая, мы это услышали и подумали, почему бы и нет. Тем более как раз в тот момент, когда мы ее закончили, начинался отбор на Еврофест. Мы решили попытать удачу, так как у нас это уже получилось в 2008 году на детском Евровидении. Подумали, а почему бы и нет. Попробовали, нас пригласили на отбор. Мы прошли 15, я очень рада этому. Выступление на сцене «Еурробачине» мае на увазе и яскравое шоу, яким яну буди Алина Пакуль трымае у сакрэте. Упэлнена у своем поспеху и Наталья Одзинцова, творча псевдоним Таша Одзи. Я ее песня «Empty Universe» – твор белорусского поэта и композитора Леонида Ширына. Изначально мы планировали записать русскую песню, но так как это была еще совсем новая песня, и она еще была не создана, мы решили подать заявку на Евровидение. Мы, то есть я. Таша сподяется, что «Пустый су свет» – так дебютная песня про несчастное кахание «Гучить у пероклади» станет не только белорусским хитом, а и европейским. Далеко не каждая песня подходит любому исполнителю. В принципе, это достаточно серьезный выбор, выбор репертуара – это серьезный вопрос. И я, когда услышала демо-версию этой песни, я поняла, что это моя песня, и я ее беру, хочу, и мы будем с ней работать. Десятого студеня 2014 года станет вядома, кто с 15 протендентов представить Беларусь на международном конкурсе «Еуробачене-2014». Кристина Каранкевич, Ганна Лапо, Александр Дашук. Новины. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова